здравствуйте друзья я тут вчера вечером прошелся по сообщениям в личке ютюба и обнаружил что там у меня два десятка вопросов лежат даже больше я их так потихонечку значит забросил на форум на сайте залив.org если вы может быть не все знаете я там собираю все вопросы если вы хотите чтобы на ваш вопрос ответили то правильно чтобы он был там потому что все что там она отвечает и вот значит я обнаружил что у меня там два десятка вопросов и я их туда набросал и вот один из них возвращает нас к первому дню нашего круиза карибского когда происходила погрузка в такси и сюжет там был такой что дело происходит в пуэрто-рико мы выходим из гостиницы нас большая компания нас там ну вообще всего было 26 человек но может быть гостиницы было в эту ночь там может быть два десятка нас и там один одну за другим подходили такси нас там забирали человек там по 6 по 5 набивалась в это такси и мы ехали на посадку на круизный лайнер там езды минут ну буквально 5-7 вот если бы пешком там пойти без чемоданов там за 15-20 минут можно дойти внутрь совсем рядом но поскольку мы с багажом естественно значит мы садимся в машину едем и поездка это стоило на всех ну что-нибудь там не собрать там 40 долларов допустим не помню пять минут 40 долларов то есть для таксиста местного это вообще шикарное дело потому что ну кроме круизных лайнеров а какой там бизнес у них вот такое место специфическое и это пуэрто-рико это не совсем соединенные штаты то есть у них там много таких некоторых но есть ограничения некоторым жизни в экономической жизни они там банкроты сейчас у них там сложная ситуация ну и так далее в общем вот эти вот там несколько десятков долларов за пять минут это очень даже неплохое дело для таксиста теперь что происходит там в кадре значит мы садимся туда в эту машину и женщина которая была водителем вот значит тонкость том что водитель была женщиной такая лет наверное 40 может быть 42 такая невысокая коренастая такая женщина латинского происхождения крепкая вот и она значит запихивает наши чемоданы в свою машину там шесть человек это которые туда забрались это в общем то уже все что в машину можно было запихнуть но там дальше чемоданы и в общем она так их аккуратненько расставляет распихивать чемодан тяжелая сажение не то что там по 3 килограмма значит соответственно там может быть чемодан килограмм ну там не знаю 25 может быть 30 вот я на это как то так распихивать и временами она так с напряжением это делает так кряхтит вот но и там был была такая такая буча значит много народу ругались что вот как же это так что вообще не мужики там какие-то стоят там стоит на три бугая стоят но четвертый бугай это видимо я с камерой на меня там не видно какой я бугай но вот как стоят там три бугая значит и вот они там закидывают женщина значит там кряхтит запихивает а они значит стоят вообще они не мужики еще какой безобразие тогда ну и кто-то там возражал что но а чё она должна работе сажен так вот вот но в общем вопрос был такой говорят так вы разъясните это что вот вот все нормально вот так чтобы женщина таскала чемоданы а мужики на читали рядом и не под не помогали ей записывать эти чемоданы значит тут давайте я попробую ситуацию проанализировать как бы вот глазами американского живущего человека значит что происходит женщина работает таксистом она дорожит своей работой я вас уверяю она очень дорожит своей работой когда человек на работе значит он выполняет некоторую свою производственную функцию мужики которые бросаются ей помогать с точки зрения скажем других таксистов которые там вокруг и которые мимо едут там и так далее которые все друг друга знают мужики которые грузить чемоданы вместо нее это как бы явное профессиональное несоответствие то есть первое что она должна была бы сделать если кто-то из пассажиров пытается помочь она должна была бы их отогнать потому что женщина ты или мужчина ты на работе и вот этот момент очень существенный здесь вообще я когда только приехал там много лет назад нас вот так строго инструктировали что тут вот женщины они не такие как вот советском союзе они такие независимые и им не нравится когда подчеркивается их слабость а в каком виде подчеркивается слабость вот значит советские мигранты норовят женщине которая выходит там из автобуса или троллейбуса руку подать и те возмущаются или например дверь открыть придержать или вот я например очень любил так как-то привык изящно подавал пальто там или ту журку какую-нибудь там и так далее вот как ну как же вот понимаешь там слабому полу подаешь ту журку вот здесь 2 что говорит это оскорбление это унижение там и так далее то есть в принципе сами по себе отношения немножко другие ну вот как бы помогать женщине потому что она слабое существо подчеркиваю этим что она слабая а мужики значит сильные вот это как бы неприлично даже если это не женщина на работе а просто женщина вот и ты хочешь ей помочь значит тут дальше еще что происходит дальше есть сложная функция владельца такси вот он вот я владелец таксопарка там допустим у меня там не знаю работает 100 человек таксистов и я их не дискриминирую мужчина так мужчина женщина так женщина мне их дискриминировать не положено ну хорошо не положено то есть вот у меня женщина дальше что происходит значит функция женщины производственная функция состоит в том что она выезжает на место значит закидывает багаж доводит пассажиров до точки значит берет с них деньги и отдает им обратно их багаж выгружает его из машины и едет себе дальше вот это ее производственная функция мужчина женщина 18 лет 60 лет вот мы на одном из островов ехали там в такси там водителю было 60 лет хорош такой мудрый мужик был вот я просто спросил у вас там ягод и мудрый такой ягод сколько да понятно значит уже пора бы так вот вот я водитель значит этого таксопарка у меня есть сложные бизнес отношения с разными организациями в частности с со страховой компанией которая меня страхует и отношения со страховой компанией таковы что на мне есть некоторые обязательства вот в частности например страховая компания не хочет чтобы появил появились претензии по каким-то вот таким вещам например бросились пассажиры помогать или он там ногу подвернул или у него там вывих или он не дай бог упал там и так далее я хочу сказать что вот эти мужики которые там трое стояли там моложе 60 никого нет понятно да это не вообще мужики а это мужики такие в общем то возрастные достаточно возрастные ты мне 20 лет знаете там и даже не 40 это мужики которым лет 60 там там не только мужики стоят рядом там и жены их стоят рядом поэтому значит случись чего случись чего ну скажем так если он там ногу подвернул может быть ничего а если что-то действительно серьезное и вы не знаете что насколько серьезная вещь может случиться с человеком и речь не идет об одном человеке который рядом стоял речь идет о системе значит если постоянно вот один за другим какие-то там возрастные мужики хватают чемоданы и начинают их куда-то закидывать то я вас уверяю что статистически не пройдет значительного времени пока с кем-то из них что-то случится это только вопрос вот продолжительности этого промежутка времени пока это произойдет или пока его жена посчитает что с ним случилось и так далее то есть есть отношение между страховой компанией и вот этим таксопарком таксопарк тоже не хочет чтобы его судили потому что откуда берется страховая компания значит кто-то предъявляет иск пострадавшая страна предъявляет x иск таксопарку и тогда страховая компания начинает оплачивать иск к таксопарку вот она включается то есть и сам таксопарк не хочет потому что у него после этого вырастет существенно страховка то есть это просто денежный расход какой-то вот и ну никто не хочет это вот бизнес отношения поэтому когда эта женщина когда ее взяли на работу и она еще и дорожит своим местом и она проинструктирована очень четко что это ее обязанность она должна это делать вот так что что тут сказать я не знаю когда машина ее пришла туда на точку и там была длиннючая очередь на погрузку и там значит я хочу сказать что вот те же самые мужики как бы видя что там очередь длинная там или что-то они можно сказать пока женщина там рассчитывала деньги брала они за это время там буквально за 20 секунд они расхватали эти чемоданы и куда-то их укатили на колесах но они их не закидывали они так аккуратненько там спустили на колесики встали и пошли то есть процесс разгрузки был такой ну как бы не вызывал опасений вот они так аккуратненько это все но она при этом была еще была занята я думаю если бы она как бы заметила сильно да то она бы тоже возражала то есть во всяком случае по функции производственной ей положено возражать и пытаясь обобщить как бы сказанное я скажу вот что значит мы все мы все выполняем разные функции в отношении разных людей вот допустим маме я сын жене я муж там дочери я отец внучке я дедушка сотрудником я начальник допустим а друзьям я значит там друг и так далее там с кем-то я учился в институте значит я с ними там однокурсник одногруппник там одноинститутник там коллега где-то вот и так далее поэтому мы не можем эти функции путать то есть понимаете как странно вот допустим вот говорит как же она же ты же ты же с ним в одной группе учишься почему же ты не выполняешь функции его жены потому что у него есть жена и жена выполняет одни функции в отношении него да а я учусь с ним в одной группе я выполняю другие ну как же так ну ты же симпатичная он же симпатичный вы бы могли как-то вот но это же идиотский разговор правда поэтому значит у женщины есть функция Вот она, значит, водитель этого такси, она на работе И это в данный момент определяет отношения с этими мужиками Если бы это было в баре, это была бы другая функция Она сидит в баре, а он ей предлагает угостить ее коктейлем Совершенно другая функция Мужчина и женщина в баре А мужчина и женщина, когда женщина на работе, а мужчина пассажир Это другая функция, другая роль Соответственно, другие правила игры вступают в это дело Вот и все Поэтому то, что она женщина, да, но она на работе И это все меняет Если бы она просто кряхтела где-нибудь там на улице и тащила свой чемодан по ступенькам То ей могли бы вежливо предложить, если бы она согласилась, ей бы помогли с этим чемоданом Или бы сказала спасибо-спасибо 9 из 10, может быть, сказали бы спасибо-спасибо и тащили бы сами Даже если предложит Но в данном случае Если ей предложили бы Она должна была бы сказать Нет-нет, вы сидите, я сейчас выложу аккуратненько Вот, собственно, и все Так вот Такое, такое мое видение Ну вот, в разных странах люди по-разному живут Можно сказать, что это они не в разных странах А вот есть не мужики, а есть мужики Вот мужик, он всюду мужик Значит, а там, я не знаю Это пожалуйста, это вопрос, так сказать, рассуждений Это попытка перенести как бы одну какую-то культурную программу Там, в другую страну, где работает другая культурная программа Все эти вещи, как правило, ничем хорошим не заканчиваются Мы видим очень часто, как люди со своей какой-то меркой там и так далее попадают в другое пространство В котором другие мерки И вот поэтому, когда они приезжают, им говорят Вот, что есть вот Да, вот этого не делай, этого не делай Вот этого не делай Я вспоминаю, когда Первые такие потоки народу из Индии стали прибывать Так невозможно было руку пожать Человеку надо было потом идти мыть руку Потому что они были все У них руки были намазаны каким-то маслом И это масло так передавалось В процессе рукопожатия Вот Или, например, они кушали чего-нибудь И как-то у них, наверное, принято было культурный какой-то элемент Они в этот момент Ну, домашнюю еду они на работе вот с собой приносили И они в этот момент отрыгивали Причем отрыгивали, знаете, как змей горынычи Чем-то таким оранжево-перченым И так И они с удовольствием это делали Чувствовалось, что они как бы Не то, что вот приключилось с ними А это как бы часть процесса питания Вот А потом перестало Вот сейчас, например, такого нет Вот сейчас люди, которые из Индии Допустим, им сразу говорят Вот этого не делай, этого не делай, этого не делай Душ надо принимать Вот я помню, в наше время, когда из Советского Союза люди приезжали Они там дома Ну вот мы тогда дома Там принимали душ раз в неделю Или там ванную Давайте я повернусь Вот так У нас вообще споры иногда возникают с людьми, которые здесь давно Одни говорят, да вроде каждый день принимались Другие говорят, ты знаешь, может быть раз в неделю Там и как-то другая традиция была Понимаешь? И вот человек ходит, от него припахивает И все вокруг стесняются ему сказать Каждый говорит, а почему я должен ему сказать? А в это время от него припахивает Понимаете? Поэтому есть много разных Я не хочу это поставить на одну ступеньку Там с чемоданом, который надо помочь женщине Или не надо помочь женщине Но я хочу сказать, что есть культурные различия некоторые И ну вот так и так получается Поэтому к этому надо спокойнее относиться А не нападать на людей И кричать, что они какие-то не до люди, не до мужики Не до то и не до сё Потому что они в каких-то отношениях там находятся И это желательно понимать Вот Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok